Самой маленькой списанной суммой в Кустанайской области стали 86 тысяч тенге, а самый большой 49 миллионов тенге, которую накопил житель Аркалыка и смог доказать, что выплачивать он их банку не может. Такие данные по результатам внесудебного банкротства в нашем регионе озвучили в департаменте госдоходов региона. Если брать по статистике, то наибольшее количество опыленных заявлений у нас приходится на город Кустанай. Это 56 заявлений с суммой порядка 130 миллионов тенге. Дальше идет город Рудный, 37 заявлений с суммой порядка 51 миллиона тенге. И Кустанайский район, 22 заявления с признанной суммой и 16 миллионов тенге. На сегодня статус банкрота официально получили 217 кустанайцев. Им списали примерно 308 миллионов тенге. Как отмечают в департаменте госдоходов, жители Кустанайской области на старте кампании подавать заявления на банкротство начали очень активно. Сейчас их подано около 1600. Многие думали, что таким образом смогут решить свои проблемы и им просто спишут многомиллионные долги, подчеркивают специалисты. Но все оказалось не так. Люди должны были доказать, что выплачивать эти деньги они самостоятельно не могут, а имущества для продажи нет. В данный момент по 155 заявлениям проводится процедура. То есть тенге заявлений еще в работе. Но уже по 1131 заявлению должники получили отказ. Основными причинами отказа являются погашение в течение 12 месяцев до подачи заявления. Это порядка 62% всех отказов. Далее идет наличие имущества на праве собственности. То есть 19% всех отказов. Далее причина – это отсутствие проведения процедуры урегулирования с банками и микрофинансовыми организациями. Заявления о внесудебном банкротстве в Казахстане принимаются и сейчас через ЕГОВКИЗЭТ, в отделениях ЦОНЫ и через мобильное приложение ЕСАЛЫ Казамат. При этом специалисты подчеркивают, что люди должны помнить о последствиях, которые приходят с новым статусом банкрота. А это запрет на получение кредита в течение пяти лет и полный финансовый контроль со стороны Комитета госдоходов на протяжении трех лет. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.